Деньги пойдут на улучшение вооружения личного состава, а также обеспечение солдат средствами защиты и необходимой техникой. Подробнее о том, как проходит заседание, нам расскажет Вера Свердлок. Она с нами на связи из Верховной Рады. Вера, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Катя. Расскажу о планах депутатов на эту рабочую неделю. Первоочередными, конечно же, остаются законопроекты, направленные на усиление обороноспособности нашей страны. Большинство фракций настаивают на ведении военного положения в Донецкой и Луганской областях. Свобода же, в свою очередь, предлагает вообще прекратить все дипломатические отношения с Россией, а также вести с федерацией визовый режим. Кроме того, в графике депутатов на этой неделе документы, направленные на поддержку военнослужащих и их семей, а также парламентарии хотят на этой неделе дать украинцам, которые покидают зону АТО, статус временных переселенцев. По словам председателя Верховной Рады Александра Турчинова, уже на этой неделе президент Петр Порошенко представит законопроекты, необходимые для проведения децентрализации власти. На час вопросов к правительству на этой неделе депутаты приглашают министра юстиции, министра здравоохранения. И уже известно, что завтра в парламент придет Арсений Яценюк с докладом о результатах газовых переговоров. И еще один документ, на который я бы хотела обратить ваше внимание, это законопроект о переводе задолженности по валютным кредитам в гривну. Рассмотрение этого вопроса у депутатов запланировано на четверг. Вот такие планы у депутатов на предпоследнюю сессионную неделю перед летними каникулами. На этом у меня все. Катя, тебе слово. Да, спасибо, Вера. Будем следить за событиями. Напомню, с нами на связи был наш корреспондент Вера Свердлык. Украина в июне увеличила количество газа в подземных хранилищах на 7%. Объемы ресурса составляют 13,5 миллиардов кубометров. Таким образом, украинские хранилища заполнены более чем на 42%. Такие показатели обнародовала ассоциация европейских операторов подземных газовых хранилищ. С 9 утра российский Газпром перевел нафтогаз Украины на режим передоплаты за голубое топливо, сообщает пресс-служба российского монополиста. Таким образом, Киев должен оплатить в июне газ, который будет поставлен в июле. В следующем месяце Газпром поставит столько ресурса, сколько Украина оплатит в этом. Цена его по условию российского газового монополиста составляет 485 долларов за тысячу кубометров. Отметим, что прошедшие трехсторонние газовые переговоры не дали результата. Российская сторона отказалась принять предложенной Еврокомиссии компромиссный вариант 326 долларов за тысячу кубометров газа для Украины. Киев, в свою очередь, продолжает работу по наращиванию поставок ресурса из Европы. Основные пункты моего предложения касались плана платежей. Этот план предусматривал оплату 1 миллиарда долларов практически немедленно. Российские партнеры его отвергли. Они настаивают на том, чтобы немедленно получить миллиард 900 миллионов долларов. Кроме того, они настаивают на том, чтобы иметь цену газа 385 долларов за тысячу кубометров на весь год. Конечно, такой уровень цены для Украины абсолютно неприемлем, и Украина не будет его оплачивать. Российская сторона задекларировала, что если не будет соответствующей предоплаты, то, конечно, будет ограничение поставок газа в Украину. Но тем временем НАК «Нафтогаз Украины» подал иск в стокгольмский арбитраж. Компания требует установления справедливой рыночной цены на ресурс, который «Газпром» поставляет в Украину. Соответствующее сообщение появилось на сайте «Нафтогаза». В иске также содержится требование взыскать российского монополиста переплату за топливо, поставляемого с 2010 года. По оценкам «Нафтогаза», она составляет 6 миллиардов долларов США. Российский рынок акте открылся падением. Основанием для снижения индексов послужила новость о введении режима предоплаты за газ для Украины. Индекс ММВБ на московской фондовой бирже упал на 2,1%. Индекс РТС на 2,7%. При этом стремительно дешевеют акции «Газпрома». С утра они потеряли почти 2,5% стоимости. Из-за газового конфликта также снижается курс рубля. Против доллара и евро падают акции других российских компаний – Сбербанка, Норникеля и Лукоэла. Украинские правоохранители возбудили дело из-за событий у посольства России, сообщают прислужим в МВД. Трех участников субботней акции задержали. Их действия квалифицировали как хулиганство. У задержанных изъяли емкость с жидкостью, с резким запахом и направили на экспертизу. Напомню, 14 июля несколько сотен людей собрались под посольством России в Киеве на акцию протеста против агрессивной политики Кремля и российской поддержки террористов в Украине. В результате пострадал фасад здания посольства и несколько автомобилей. Медроссия уже потребовала от Украины возместить ущерб. А сегодня утром украинское посольство в Москве забросали дымовыми шашками. Нападавших задержали и доставили в отделение полиции. НАТО поможет Украине реформировать оборонокомплексы, создать высокоэффективные вооруженные силы. Об этом заявил генеральный секретарь организации Андерс Фограсмусен. В конце месяца министр иностранных дел стран членов альянса получит для обсуждения пакет конкретных мер. В первую очередь это будет практическое сотрудничество, которое в дальнейшем позволит Украине принимать участие в учениях НАТО. Генсек альянса подчеркивает, что двери объединения остаются открытыми для европейских демократических государств. При этом Россия сейчас рассматривается на Западе как противник, подчеркнул генсек НАТО. СБУ задержал очередного диверсанта. Боевик планировал вывести строй боевые самолеты в Николаеве. У террориста изъята карта военного аэродрома. Во время обыска по месту жительства также были обнаружены боеприпасы автоматического стрелкового оружия, боевая граната. Местный житель подыскивал в Херсонской, Николаевской и Одесской областях потенциальных участников для проведения диверсии. Его деятельность координировала российская сторона с территории Крыма, сообщает в СБУ. По факту открыто уголовное производство. Причиной крушения Ил-76 в Луганске могло быть предательство диспетчеров, отслеживающих полет самолета. Об этом исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль заявил в эфире одного из украинских телеканалов. Он отметил хорошую подготовку стрелявших по самолету сепаратистов. Боевики били на стопроцентное поражение. Были запущены две ракеты и сделан залп из крупнокалиберной пушки, подчеркивает Михаил Коваль. Напомню, в ночь на 14 июня под Луганском был сбит самолет вооруженных сил Украины Ил-76. Погибли 9 членов экипажа и 40 военных. Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит сегодня вопрос введения военного положения на востоке страны. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Михаил Коваль. При этом он подчеркнул, вооруженным силам Украины ничего не мешает выполнить те задачи, которые поставил президент Петр Порошенко. Совет безопасности ООН сегодня вечером пройдет закрытое совещание по ситуации в Украине. Рассчитывать на принятие каких-либо резолюций не приходится, поскольку Россия является членом Совбеза и обладает правом вета. В воскресенье США и Франция отвергли проект российского заявления с осуждением нападения на посольство России в Киеве. Причиной стал отказ Москвы включить в текст этого документа тезис об осуждении уничтожения украинского самолета Ил-76. На этом настаивали другие делегации. Кроме того, члены Совбеза хотели прописать тезисы о необходимости усилить защиту границ на востоке Украины и прекратить нелегальные поставки оружия России. Украина будет добиваться увеличения квот на беспошлиные поставки сельскохозяйственной продукции в ЕС. Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Андрей Дикун. По его словам, цифры, прописанные в соглашении об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, являются недостаточными. Отечественные аграрии недовольны низкими квотами на поставки зерновых культур, пшеницы, кукурузы, ячменя. Также Украина может экспортировать в страны ЕС без уплаты таможенных пошлин, мед, виноградный и яблочный сок и мясо птицы. Из сегодняшнего дня украинская картошка под запретом в России. Импорт корнеплода полностью прекращен. Причина санкции в Россельхознадзоре называют наличие паразита-вредителя золотисто-картофельной нематоды. Ее якобы неоднократно выявляла российская сторона. За прошлый год сумма экспорта картофеля в Россию составила более миллиона долларов. Отмечу, в Федерации действует запрет на покупку картофеля из Евросоюза. Напомним, что в апреле Россия запретила ввоз молочной продукции нескольких украинских предприятий. Москва уведомила Кишинева о рисках для экономики Молдовы, которые могут возникнуть из-за интеграции с Евросоюзом. Россия пригрозила, что Молдова не сможет сочетать две регуляторные системы – СНГ и ЕС. Кроме того, соглашение о зоне свободной торговли СНГ дает России право защищать собственный рынок, если одна из стран-участниц СНГ создает зону свободной торговли с третьей стороной. Ну и на этом у меня пока все. Оставайтесь с нами и до встречи.